Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Неужели постоянная концентрация на своей греховности – это и есть основной принцип жизни верующего человека? Если речь идет о христианине, то, несомненно, надо же владеть христианской антропологией, которая, раз христоцентрична, то, значит, и неизбежно связана с необходимостью нашего прихождения к Отцу Небесному покаянием. Достаточно вспомнить, ради чего Бог воплощается, ради чего Христос пришел на землю, чтобы призвать неправедников, но грешников к покаянию. И таким образом стяжать дары прощения, дары Духа Святого, которыми уже и вечной неразрывной связью оказываемся мы сочетаны самим Господом, что и есть жизнь вечная, жизнь блаженная, жизнь райская. Нет другого пути, не изобретено для падшего человеческого естества, для падшей человеческой личности, а каждая личность рождается с последствиями грехопадения прародителей, именуемым первородным грехом. И хоть в Таинстве Крещения даруется нам от Него прощение, но его последствия, тем не менее мы изживаем весь остаток нашей земной жизни. Именно покаяние – это приличное состояние души, находящегося в изгнании. Кому земля – священный край изгнания, или, как и говорит Гамлет Шекспира, Дания – тюрьма, имеется в виду то, что человек в его смертной природе несет епитемию. А дело пребывающего под епитемией – покаяние по преимуществу. Покаяние очищает то, что совершено нами в прошлом. Покаяние делает нас достойным сегодняшнего мгновения, в которой мы находимся не только пред очами Господними, но и в теснейшей близости с Ним. Покаяние – это и то, что настраивает нас на добрую будущность. Ибо теряющий дух покаяния неизбежно бывает одержим духом самодовольства, самонадеянности, гордыни. И тогда его труды оказываются не в созидании, а в разорении своего спасения и пользы ближних. Потому дело покаяния имеет бесконечную необходимость. Как в лестнице совершенства, на которой подводит нас пророк и псалмопевец Давид в 17-й кофизме, в 118-м псалме, приводя в совершенство или представляя совершенство последним стихом этого псалма, «Заблудих яко овча погибшей, взыщи раба твоего, яко заповеди твоих не забых, где же, – замечает Феофан Завотворник, – спросите вы, – В том и состоит совершенство, что и, взойдя по всем ступеням добродетелей, сохранить смиренно мудрее, то есть не только скромное о себе понимание, понятие, но и дух самоукорения, умение просить у Господа прощения за свои грехи и искать его милости, которые и объемлят кающегося еще и во временной жизни, сообщая его жизни несказанное блаженство и обещая это блаженство в его полноте в вечности. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok